Слава Иисусу Христу! В следующем году нашей миссии исполняется 100 лет. И в этом году журнал «Вера и Жизнь» также отмечает скромный юбилей 45 лет. И мы хотели бы сегодня поделиться нашей радостью о благословениях и о славном пути, пройденном вместе с Господом все эти годы. Может, мое свидетельство проповедь будет несколько необычным, но в этом есть самая главная мысль. Это только слава Господу за всех тех, кто прошел переди нас, за тех, кто принес свидетельство Евангелия. Следующий. Извините, техника немножко. Нет, нет, все в порядке. Братья, я очень извиняюсь. Миссию «Идите по всему миру» основной текст и проповедуйте Евангелие всему творению. Мы это хорошо усвоили, мы это знаем. Мы знаем этот текст. Но очень важно не просто его читать, очень важно его воспринять. И сто лет назад те, кто, отцы-основатели, восприняли это совершенно буквально. Нашу миссию знают многие. И мы сегодня в вашей церкви, потому что знаем, что многие в вашей церкви являются нашими партнерами служения, подписчиками, молитвенниками, тех, кто поддерживает наше служение. Журналы Миссионерского союза «Свет на Востоке». Книги, которые можно скачать бесплатно в интернете, издаются на 35 языках. На 9 языках выходит «Тропинка» журнал, на 4 языках «Вера и жизнь». По самым скромным подсчетам, наши журналы через коллекторы библиотек, через распространителей читают более 2 миллионов человек. Наши проповеди в Англии звучат через круглосуточную радиостанцию в Владикавказе. Наши можно слушать в интернете и находить передачи на YouTube. Такую картинку вы можете найти информационную в интернете, YouTube, что говорят о нас. Но все, что я сказал, это только означает нашу визитную карточку. Это то, о чем вы знаете. Но начну, хотел бы сказать несколько об истории и просто поблагодарить Господа за этот славный путь, за тех людей, которые донесли нам Евангелие. Первая мировая война застала мир врасплох. Миссионера Вальтера Жака на фото вверху она застала в Малаканском селе Астраханка в Украине. Это в районе Запорожской области. Его пригласил Клазиновий Захаров, член Думы, руководитель евангельских христиан Малакан. Так вот, как только началась война, Вальтера Жака сослали в Кострому. Как всегда, немцы были интернированы. И он пишет об этом времени. Когда я много лет назад сидел в лагере военнопленных в России, меня постоянно волновал вопрос, как живут миллионы русских военнопленных в Германии. Это была огромная, открытая Богом дверь для Евангелия. Такая огромная, как никогда в истории миссионерского служения. Два миллиона мужчин из самой великой державы земли сидели в лагерях, были в плену. Вот с этой молитвы, из этого горящего посвящения Богу и миссии сердца Вальтера Жака началась миссия. Далее он пишет. Когда я вернулся в Германию, то пригласил моих друзей, которых я знал еще по моему служению в России. Шведов, Йохана Свенсена и Ларса Хёкберга. Чтобы они помогли мне и Якову Крекеру в служении русским военнопленным и в организации Миссионерского союза «Свет на Востоке». Нашим девизом стали слова Писания, которыми мы руководствуемся в нашем служении до сегодняшнего дня. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». 2 Коринфянам 4, 5. Эти два принципа, все наше служение подчинено одной единственной цели – это проповеди Евангелия. И все наше служение – это служение вспоможения. Эти принципы и сегодня являются основой нашего служения. Очень часто, зимой и осенью 1919-1920 года, рано утром, под дождем и в мороз, пишет Вальтер Жак, мы отправлялись в эти барачные города, окруженные колючей проволокой, чтобы собирать наших братьев вокруг Слова Божьего для рассуждения о его великом плане спасения человека. Мы обедали вместе с ними более чем скудной пищей, а к вечеру после благословенных часов преподавания, молитв и душепопечительских бесед возвращали свой постоялый двор в ближайшем городке. Конец цитаты. Подобные собрания были организованы во многих лагерях, а их было более ста. Из собраний для изучения Слова Божьего в 26 лагерях выросли общины, в которых все желающие могли посещать библейские курсы. Здесь люди слушали Евангелие, принимали Иисуса Христа, как своего личного спасителя, принимали крещение. Наш сотрудник и преподаватель в библейской школе, а позже пастор славянской церкви в Берлине, Давид Беккер, пишет о последнем перед отправкой военнопленных на родину посещение такой лагерной общины. Наверное, пишет он, никакая из лагерных общин не видела такого обилия излияния благодати Божией, как лагерь Залцведеле. Я посмотрел в книгу членов церкви, все общины были организованы по протестантскому принципу, членством, руководством и так далее. В книге были записаны данные 537 членов, и только 7 из них уже туда попали в лагерь, будучи верующими. Учившиеся на библейских курсах солдаты, на этом фото солдаты в лагере после занятия на библейских курсах, просили дать им возможность получить стационарное образование. Из всех желающих было выбрано 20 братьев, и была организована библейская школа в Вернигороде. Имена всех этих людей, они известны, и мы хотели бы узнать побольше информацию о их судьбах. Все те, кто уезжали, это заняло длинный процесс освобождения в течение 6 лет, но все, кто уезжали, получали Библию, Евангелие и брошюры, те, кто приняли Иисуса Христа. И вот один из таких распространителей был наш сотрудник Василий Лозовой. И он стал нашим первым мучеником, к сожалению, не последним. Во время свидетельства его, это было на территории Польши, в Сетине, его избили красноармейцы, бросили в реку, и он от этих побоев не оправился. Прошло всего несколько лет. Это потрясающе. И вернувшиеся из плена, уверовавшие солдаты, а их было порядка двух тысяч человек, стали большим благословением для своей родины. Только в Украине число, послушайте, число общин, возникших через служение военнопленных, перевалило за тысячу. Пальтер Жак пишет в те годы, «В моем кабинете все стены уставлены полками, на которых рядами стоят папки, полные писем, от вернувшихся домой учеников библейской школы, ставших миссионерами, евангелистами, руководителями общины и объединений, а также сотни и тысячи писем от уверовавших военнопленных». Один из руководителей Союза русских баптистов посетил миссию в 1923 году. Он на фото в центре. И он рассказал, что великое пробуждение, которое охватило Россию, началось с возвращения уверовавших в плену солдат. Я полагаю, что некоторые, я могу сказать, многие читали книгу «Храпово счастье потерянной жизни», и где первая глава называется «Отец», где он описывает, что его отец также покаялся в этом лагере для военнопленных. Один очень короткий пример. Один солдат уверовал в лагере, где было 50 тысяч человек, и вот он получил Библию в подарок, вернулся в свое село, а читать не умел. И ходит к одному, к другому, прочитайте Библию. А ему отказывают, говорят, нельзя читать Библию. Библию, пожилые люди помнят, будешь читать Библию, с ума сойдешь. И вот так он ходил, пока дошло до момента, когда один из комсомольских вожаков организовал предвыборное партийное собрание, и этот уверовавший красной инейст решил воспользоваться моментом. Он на этом собрании вышел вперед, славим коллегом, «Господи, помилуй меня, ты видишь, хочу читать Библию, никто не хочет читать». Этот красный инейст сказал, «Ладно, замолчи, я тебе почитаю». Ну, пришел к нему, говорит, «Я приду к тебе во вторник». Почитал, потом следующий вторник, понимаете, чем кончилась история. Уверовал этот красноармейст, комсомольский вожак, потом полсела, потом все село. Через короткое время в этом селе было более двухсот человек. Знаменитая фотография на этой, один из наших сотрудников, его звали Гаппа Баев. Он бывший голова Владикамказа, основоположник культуры Осетии, был евангельским верующим. Он перевел Новый Завет на осетинский язык и начал переводить книги Ветхого Завета. В те годы мы издавали книги на разных языках, поддерживали миссионеров в разных странах. И в 20-е годы поддерживали уже тогда миссионерское служение среди евреев. Ну и буквально об одном проекте стоит сказать. Я полагаю, что человека, который изображен на этой фотографии, вы знаете, это Иван Агиенко, переводчик Библии на разговорный украинский язык. Но мы только недавно узнали, что в 20-е годы вот этим проектом руководил Вальтер Жак, руководитель нашей миссии, и благодаря этому этот перевод увидел свет. И в 2018 году наша миссия издала прекрасный новый заповед в переводе Ивана Агиенко. После Второй мировой войны на территории Западной Германии было более 13 миллионов беженцев и перемещенных лиц. И в это время началось очень сильное движение книгонож. На этих фотографиях один из наших сотрудников, которым занимался, и те, кто работали с этими беженцами и переселенными лицами. Ну, а это имя и книги этого человека хорошо знакомы в эмиграции. Николай Водневский, он также уверовал в этом лагере для военнопленных через свидетельство книгонож. И свое обращение, которое произошло 7 августа 1948 года, он описывает в своей книге «Под покров Всевышнего», вы потом можете найти на нашем столике. В 1973 году миссия, к этому времени Водневский уже переехал в США, и миссия предложила стать ему нашим сотрудником и радиопроповедником. Ну, и еще, и следующее. Это Вера Кушнир. Это удивительная женщина. Это Бог дал особый дар, особый талант. Мы знаем ее по книгам, по радиопередачам, по стихотворениям, а потом, которые стали песнями. Но она когда-то сказала, что с вашей миссией я связана с самого детства, вернее, даже не с самого детства, а с дня моего зачатия, говорила Вера Сергеевна. Дело в том, что в то время на этой фотографии изображена конференция «Миссия свет на Востоке» в 1924 году. Так вот, человек, который сидит в первом ряду, Леон Розербех, он преподавал в этой школе в Вернигороде, а сзади его молодой человек, это отец Веры Сергеевны. Вот он был женат уже, и они жили там. И когда Вера Сергеевна вернулась с Сталина, так-то назывался Донецк, она была беременной, не Вера Сергеевна, а мать Веры Сергеевны, и она родила Веру Сергеевну в 1924 году. И еще один человек, который оставил неизгладимый след в истории евангельского движения нашей миссии, светлейшая княжна София Павловна Ливин, дочь великого пробуждения в Санкт-Петербурге. И в доме проповедовал лорд Редстаг, через которого Бог послал пробуждение в высший свет общества в России. После революции, ее посадили в тюрьму, освободившись, она была очень активной, она была потрясающе посвященной евангелисткой. Она ездила везде, где только была необходимость и нужда, и у нее всегда была проповедь Евангелия, ушла на Господу в 1964 году. Этот человек тоже всем нам известен, Владимир Марцинковский. Я еще в свое детство помню его голос. Гора Кормил в Галилее. Он был нашим сотрудником, сосланный советским правительством и умерший в эмиграции. Радиослужение было одной из важных составляющих служения миссии, потому что тогда по-другому невозможно было достигнуть Евангелия. Многие участки из страны за закрытым железным занавесем на этом фото наши радиомиссионеры. Об этой фотографии стоит сказать особо. На ней Вальдемар Клад. Как вы слышите по звучанию, это немецкое имя и немецкая фамилия. Но он был нашим радиомиссионером в течение 20 лет для казахского народа и проповедовал на казахском языке. Дело в том, что он попал... Когда немцев интернировали в 41 году, и это был Казахстан, многие умирали, и немецкие семьи для того, чтобы спасти детей. Матери отдавали детей казахам, чтобы они хотя бы дети выросли. И он только в 17 лет узнал, что он не казах, а немец. Но потом, это драматическая история, в конце концов, он уверовал и стал нашим... до самой смерти был радиомиссионером для казахского народа. Потрясающие, чудесные Божьи пути. На протяжении 30 лет миссия нелегально ввозила литературу. Вот при помощи таких оборудованных вагон-домик, например, в такой вагон-домик помещалось 1100 евангелий. Я полагаю, что в то время, особенно старшее поколение, когда вы жили в Советском Союзе, вы получали литературу. И мы не знали имен, мы не знали людей, которые рисковали этим. Но мы благодарим Бога за то, что они это делали воимое евангелие, для евангелия и для его славы. И слава только ему, нашему Господу. Пришла перестройка. И это знаменательная фотография, когда наш грузовик с Библиями стоит на фоне Красной площади. Начались новые возможности от этих новых возможностей. Множество открытых дверей. Голова у нас кругом идет, но мы в эти двери вошли с Божьей помощью. Карта нашего служения, нашей миссии 10 партнерских организаций, у которых у нас общие принципы, общие цели, общие бюджеты и проекты. Через служение нашей миссии возникли национальные церкви в России, Украине, Литве, Болгарии, Казахстане, Туве, Румынии, на Кавказе адыгейское, болгарское. Но это уже не история, это сегодняшний день. Как и 2000 лет назад, так и как 100 лет назад для нашей миссии слова Иисуса Христа и сегодня для всех нас имеют эту повелительную силу и власть. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Марка 16, 15. Закончить я хочу это свидетельство, потом призову вас к молитве словами Якова Крекера, одного из основателей нашей миссии. Он писал, «Мы черпали воду, но когда она к радости и благословению других передавалась дальше, то вода превращалась в вино, слабость обращалась в силу, простое дело становилось служением любви для многих». Это информация там, где вы можете совершенно бесплатно воспользоваться нашими ресурсами, связаться с нашей миссией. О чем я хочу сказать перед тем, как мы склонимся перед Господом. Мы молимся о том, чтобы Господь пришел. Мы поем наши песни, «О, гряди, Господи Иисусе, мы ждем Тебя». Бог не благословляет пассивное ожидание. Он хочет, чтобы мы были посвящены для Него, чтобы мы услышали Его голос, чтобы мы исполнили Его волю, так как Он этого хочет. Мы не знаем, когда Господь придет. Может, это будет очень скоро, но, может быть, просто представьте себе, пройдет еще сто лет. Многое поменяется здесь на земле. Поменяются общественные стройки, политические системы, границы стран. Но если еще сто лет пройдет, по-прежнему будет одна вещь неизменной. На земле будет по-прежнему Его Церковь Христова. Слава Господу! И через нее Он будет действовать. И сегодня от Твоего решения. Насколько Ты глубоко и серьезно можешь стать пред Господом и сказать, «Господи, вот Я, используй меня для Твоей славы, для исполнения Твоей воли, для свидетельства окружающему миру о Христе». И кто его знает? Если действительно пройдут эти сто лет, может быть, Ваши имена будут вписаны в такую же историю. Благослови Вас, Господь! А Ему только слава! Ему только слава! Ему только слава! Аминь! Аминь!